Ребятки, только что заехал в банк, Ощадбанк, попросил у них забронировать мне монет по 1 гривне. Вот такой вот они мне дали мешочек, еле довез, я вам скажу, капец, сколько весит. К сожалению, он не запаянный, потому что сказали, что у них проводятся ревизии и периодически вскрываются все вот такие мешки, вскрываются даже мешки вот такие запаянные. То есть я не знаю, зачем это делать, а неужели они думают, что стоит их пересчитывать или еще что-то. Что в таком мешочке я планирую найти? Мне бы хотелось каких-нибудь юбилейных монет, хотелось бы монет в каком-нибудь супер классном штемпельном сохране. 2004 год я собираю, там 96. Не знаю, будет ли что-то попадаться или нет, ну давайте попробуем. А потом их нужно куда-то, собственно, здесь. Будем это все разбирать и тратить. Там даже есть какая-то бумажечка, что-то 2000 рублей. Что мне пригодится? Мне пригодится какая-то крышка. У меня вот есть такая штуковина. Сюда можно будет складывать какие-то монетки. И давайте пробовать. Вообще, это монотонная работа, конечно, которая, ну, не всегда от нее кайфуешь. 2003 и обычные, обычные монеты, 12. Чаще всего, чаще всего, конечно, лучше брать с собой какую-то команду, которой можно посидеть, поболтать и одновременно что-нибудь перебрать. Ну, вот с остатками штемпельного блеска есть некоторые монеты. Так, и все. Монеты уже пошли в разнос. 2001. Лучше всего, конечно, штемпельный блеск. Хочется... Конечно, хочется какие-то старого дизайна в штемпельном блеске найти монеты. Ну, пока месть, пока месть я не наблюдаю. Их вот есть и сохран такой обычный, 2003 год. Ничего-то супер-супер-хорошего я не вижу. В принципе, какой-то гарантии, что эти монеты не перебирались заранее у меня тоже нет, потому что, мне кажется, Национальный банк еще эти все монеты мог... Он, мне кажется, был 2004, а не 2014. Национальный банк на каком-то этапе может пересматривать что-то, перебирать. Он с остатками штемпельного блеска, 2011 год. Вот, я вам не показал. Тут, конечно, целая пачка, блин, целая пачка... Целых тысяча монет, это довольно долго. Можно, наверное, час-два перебора монет. Буду, знаете, так брать жменьями и хотя бы по годам смотреть. 2010 год. Ну, кстати, что-то юбилейных я не вижу. Может, тут их нету. 2005. Ну, в плохом состоянии. То есть, это не положить себе в альбом, который я разыгрываю на 15 тысяч. В таком состоянии, конечно, не хочется монеты в альбом класть. 14, тоже 5. О, какая-то первая юбилейка попала. Смотрите, безумно плохого качества состояния. Но все равно юбилейка с каким-то покраснением. Вот, смотрите, она, видимо, хранилась в такой среде, что натянула на нее или грязь просто отлично. Ну, одна юбилейка уже неплохо. Одна из тысячи, скажем так. Это знак того, что, возможно, эти монеты не перебирались. Ну, может и нет, не знаю. Итак, я перебрал где-то половину. Этого пакета отложил, кстати, все со старым дизайном. Не так много. Вот это вот те, которые отложил. И что получилось? Одна монетка 60 лет. У нас победы в Великой Отечественной войне в плохом состоянии. 2004 года. Раз, два, три, четыре, пять монет. Пять монет 2004 года. Ну, состояние тоже не огонь. Штемпельных нет. Ну, есть просто обычные из обихода. Ну, тоже не очень много. Пять штук нашлось. Остальные монеты тоже отложил. Просто в хорошем каком-то состоянии, там, ближе к штемпельному. Ну, интересно, еще остаток, который надо перебрать. Наверное, сделает паузу, передохнул. Что-то так занят. Так, ну что. Я перебрал тысячу монет номиналом 1 гривна. Всего лишь одна юбилейная попалась. В не очень хорошем состоянии. Но, по крайней мере, одна есть. Но это такая новость, которая меня не огорчила. Я почти в самом начале ее нашел. Потом я начал перебирать те монеты, которые есть. И делал акцент не на юбилейных монетах, а именно на состоянии монет. То есть на том, чтобы был у них штемпельный блеск. И смотрите, что мне удалось найти. Монета в идеальном штемпельном блеске. 2001 год. Действительно, такие монетки можно откладывать себе в коллекцию. И я думаю, приблизительно по цене я бы оценивал. Потому что из тысячи монет всего две монеты в штемпельном блеске 2001 года. Но гривен в 50, в 60 я бы оценил. Потому что действительно сейчас не так просто достать целую пачку монет. Тысячу монет именно старого варианта. Вот такую вот. Вот такая замечательная монетка попалась. Просто я очень рад. И вот еще есть. Чуть похуже состояние. Но тоже. Тоже такая. Остатком штемпельного блеска. Тут, наверное, сейчас не так видно, как на предыдущей монете. По монетам других годов. Вот 2003 год. Тоже штемпельный блеск. Смотрите, как лучик бегает. Их, кстати, гораздо реже. Меньше монет. Я не делал подсчеты, сколько конкретно монет, вариантов старого дизайна. Но довольно много я отложил именно в хорошем состоянии. Которые просто будут лежать. Там штучек пять монет. 2001 года. По 2004 году действительно монет довольно много. 15 штук у меня нашлось. Но состояние прямо хорошего, штемпельного, действительно, я не обнаружил. То есть монетки есть. Они все из оборота. Но прямо огненный такой вот сохран, который хотелось бы положить в коллекцию. Не мэйты, не начищенные. А вот именно, как я показал вам, да, с лучиком. Таких монет, к сожалению, нет. Вот там есть с какими-то остатками. Здесь даже камера не сможет передать то, что я отметил. Много было 2011 года в хорошем состоянии. То есть со штемпельным блеском, которым можно откладывать к себе в альбом. Я показывал альбомы уже до этого. Вот такие альбомчики. И вот они у нас будут вот здесь, собственно, размещаться все года. И так же, видите, 2001, 2002, 2003. Вот первые более-менее я еще нашел, да, в хорошем, таком огненном состоянии. Ну, дальше вот надо посмотреть. 95-96 штемпельным блеском. Думаю, это будет крайне сложно найти. Сложнее, чем 2004. Ну, будем смотреть. Так, что еще можно показать? 2005 монетка в таком вот приятном состоянии. Видите, лучик бегает. И тут, конечно, видно, что какой-то скол на монетке есть. Что можно сказать? На самом деле, эти монеты производились таким способом, что они падали друг на друга, бились. И монета могла пролежать в мешке и даже не быть в обороте. Но на ней есть какие-то моменты производства. Так что, я думаю, это можно простить. Вот монеты других годов. Вот 2003 год. Но, в принципе, приятное состояние. Можно их протереть ваткой со спиртом и убирать сразу к себе в коллекцию. Никакая паста, гоя, ничего натирать не стоит. Я думаю, просто помыть, чтобы не было какой-то грязи. А дополнительные какие-то инструменты я бы не применял. Может быть, ну, какой-то вот спирт. Думаю, нормальный формат. Это 2004 я уже показывал. То есть, из 1000 монет вот отложил я порядка 20 монет, которые можно положить в альбом. И еще порядка где-то 30 монет, которые более-менее хороши сохранят. Которые в перспективе можно будет также вот людям предлагать на обмен. Это 2014 год и так далее. То есть, разные годы. 2011 год. Очень странно, что никакой юбилейки не найдено. Ну, в принципе, у меня юбилейные монеты были из копилки. Так что, я не сильно по этому поводу переживаю. А вот обиходные я бы рекомендовал себе оставлять потихоньку. Если есть возможность раздобыть такой мешок, пожалуйста, раздобуйте. Если возможности нет, ну, просто тогда просите, чтобы вам предоставляли на сдачу, давали именно такие монеты. И всегда-всегда откладывайте то, что вам кажется в штемпельном блеске. И потом дома уже посмотрите при нормальном свете. Сейчас, конечно, я уже записываю это видео вечером. Потому что целый день я выбирал время и занимался перебором. Только к вечеру, видите, записываю для вас этот ролик. Вот. Я считаю, что монеты такие будут пользоваться спросом. Люди будут готовы покупать для коллекции, для альбомов. Данные монеты я в роллах не видел в продаже. То есть, скорее всего, мешковое состояние можно находить. И вот таким вот методом перебора, покупки можно находить хорошие-хорошие монеты. Давайте я вам сейчас еще покажу 2001 год. Да, это которая чуть похуже, да. И вот та, которая в штемпельном состоянии. Да, посмотрите. Вот можно вот так вот покрутить. Я не путаю, а то вам сейчас расскажу, где какая монета. Ну, вы видите, в принципе, сами. Да. И такие монетки откладывайте. И наполняйте свой набор коллекции монет 1 гривна. Потому что, действительно, все меняется у нас сейчас. Ситуация меняется, политическая ситуация. Я еще до выборов записываю этот ролик. Так что посмотрим, как у нас будет развиваться нумизматика. Видите, чем больше изменений, тем интереснее наблюдать, как уходят какие-то конкретные монеты, да. Спасибо, что посмотрели, друзья. Поставьте лайк, если хотите, чтобы новый ролик вышел поскорее. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь, конечно, на канал. Всем хорошего дня. Всем пока.